Всем привет! Привет, кто зашел сегодня ко мне на канал, в гостях у Павловны. Сегодня я иду на квартиру. Иду лишь с одной целью, чтобы показать вам посылочку, которую я получила. Получила посылочку с канала Уралочка от Кины Никитиной. Мы познакомились на просторах ютубер и общаемся в личных сообщениях, переписываемся, разговариваем. И уже второй год обмениваемся гостинцами, подарочками. У нас похолодало, прошел дождь. А что? Уже посылочка-то была получена в армейке. Но накопали картошку, убираем индуков. И времени катастрофически не хватает. Но вот выбрала такой денек и иду на квартиру с одной лишь целью показать посылочку, познакомить ее, эту посылочку с вами. Начну свой обзор подарочков вот с такого растения. Это финиковая пальма. Натина мне написала, говорит, фиников насажала. Взошли уже скоро, они будут, вот видите, вот так делиться. Уже веер будет красивое, будет растение. Отправить тебе их? Ну, отправляй, люблю же цветочки. Но здесь вот оказалось два. Я знаю, у меня финиковая пальма там сажала ее косточками. Но с переездом они у меня засохли. У них такая корневая система. Я представляю, здесь вот сейчас все ведерко, все в корнях. Надо, здесь вот два их растения, две будет пальмы. Ну, одну, может, кому-нибудь отдам. И надо купить кашпо какое-то, посажу. Оно вот уже такое большое, красивое. Будет, я представляю, будет большая. Когда утеплилим, отремонтируем лоджию, вторую половину. Поставлю его туда. Это растение пусть радует, растет. Но в перспективе-то оно, если, то будет большое. Ну, а сейчас продолжаю обзор посылочки. Посылочку, конечно, я уже разобрала. Я как маленький ребенок привезли. Мы ее сюда приехали на квартиру. И, конечно же, первым делом, ну, интересно же, мне кажется, любой бы так поступил на моем месте. Что в этой посылочке? Как Тина мне сказала, что посылочка на этот раз тематическая, посвящена тем местам, в которых она живет, где она живет. А живет она в красивом месте, в заповеднике, который недалеко от Екатеринбурга. Город Сысердь. И вот оттуда она мне привезла вот эти гостинцы. Так, две тарелочки. Отправила две таких декоративных тарелочки на подставочке. Я вам потом покажу, где эти тарелочки у меня будут находиться. Это вот божовские места. Красивые божовские места на тарелочках тематические. Вот эта природа. У нее есть, у Тины, даже видео такого плана, где она вот рассказывает, показывает вот эту всю красоту Урала. Канал у Тины интересный. Много творческих работ. Много красивых видео о природе, о тех местах, где она живет. Ну, интересный канал. Зайдите. Кому понравится, подпишитесь. Канал хороший, достойный. И внимания. Так, что еще она мне прислала? Тоже она мне сказала, что вот это делают местные мастера. Вот, занимаются мыловарением и вот делают такие сувениры. Вот в деревянной такой коробочке оформлена праздничная. Такой подарочек. Виноград, мандарины. Вы знаете, вот через... Я не снимала пленку с этого... С этой коробочки. Но запах винограда Изабеллы чувствуется через пленку. А мандарины... Такой аромат. И уже будто Новый год. Посмотрите, вот, ну, настоящие мандаринки. Вот, когда берешь вот эти вот даже вот... Точечки такие и наклеечки. Ну, вообще, это... Красота. Это тоже, как она сказала, делают местные мастера. Так, что еще она мне отправила? Вот такой подарочек. Сейчас уберу вот это все, покажу. Вот такие тапочки, войлочные тапочки. Это делают тоже в сыферке местные мастера. Очень приятна эта забота, конечно, что человек помнит, что зимой на даче холодно, пол холодный. И отправила эти мне эти тапочки в подарок. С носком, да, они мне очень хорошо будут. Пол у нас действительно холодный. Есть у меня там тапочки теплые, что без них никак зимой. Но с носком шерстяным они мне не лезли. А вот эти хорошо. И очень приятна, конечно, забота, что чужой человек помнит, чтобы мне комфортно было, ножкам тепло. И купила такие замечательные тапочки. Она говорит, я и себе такие купила. Так что будем зимой щеголять в тапочках. Так, что еще она мне отправила? Раз у меня в основном люблю кулинарить, так сказать, она мне отправила две таких разделочные досочки. Одна, как я поняла, это для сыра вот такая. Вторая для зелени. Так что тоже будем пользоваться. Спасибо, Тина. Большое. А вот над этим подарочком, гостинцем, я посмеялась над собой. И как в таких случаях всегда говорю, тупее еще, тупой еще тупее. Я сначала не поняла, для чего это. В магазинах я не обращала внимания, не видела что-то такое. Смутили меня вот эти ребра. Вот эти ребра. Я сначала так пыталась их сложить. Думаю, веер, что ли. Ну, как-то не связывалось у меня. Ну, потом, конечно, прочитала. Прочитала. И здесь это для слива жидкости. Допустим, сварила картошку. Вот здесь две ручки поддерживаешь. Водичка сливается с картошки или с овощей. Ну, в общем, это вот предназначение этого предмета такое. Ну, вот. У меня фантазии хватило только что. Думаю, это веер. Вот тина такая я. Так, сейчас хочу вам показать. Вот они все. Гостинцы, подарочки. Спасибо твоему мужу, что с дочкой они... Это же тоже хлопотно. Они едут сюда в город Тюмень в гости. И попутно мы встречаемся. Так что спасибо. И муж мой должен меня привезти из деревни. Тоже мы должны выбрать время. Ну, в общем, всем спасибо. Сейчас хочу показать, куда тарелочки я определю. Ну, а свое место тарелочки вот здесь у меня на угловой полочке. Это на кухне они у меня здесь будут. И как ты понимаешь, так что целыми днями ты будешь со мной. Вот такая красота. Большое спасибо еще раз говорю. Спасибо. А сейчас всем говорю пока. Заходите на канал ко мне. На канал Уралочка к Тине Никитиной. Ставьте лайки, если вам понравилось. Всем пока.